Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Мне 24, папа не может смириться с тем, что у меня есть право на личную жизнь. Что делать? Дошло до самого настоящего абсурда. Он хотел проследить, куда я хожу гулять, и на машине поехал за мной. Но мама его остановила и сказала, что ему ни в коем случае не стоит ехать за мной, и отец не стал дальше следить. Ещё я очень переживаю, как папа среагирует, если я останусь у парня с ночёвкой больше, чем на пару дней, я никогда на ночь не оставалась у прошлого парня, уходила вечером, чтобы отец ничего лишнего не заподозрил. Говорит, как я их не хочу, он до сих пор не знает, до сих пор думает, что я девственница, знакомиться с новым парнем не хочу. Страх отца в том, что он боится, что я забеременею, как-то с мамой они говорили на эту тему, когда были у меня отношения с другим парнем. Смотрите, аноним, здесь в первую очередь непонятно, в чём ваше собственное переживание. Ну то есть вот вы так прямо, получается, говорите о том, что переживаете, когда папа среагирует. Вот. А в чём ваше переживание? Чем вас это, скажем так, пугает, да? Чем вас это напрягает? И так далее. Вот. То есть что будет, если папа вот как-то среагирует? Что произойдёт, если ваш отец как-то среагирует на это? Вот. Такое ощущение складывается, по крайней мере, у меня. Что вы сами, ну, боитесь как-то своего отца. Что вы сами не уверены в себе. Ага. Ну, перед, ну, перед ним. Вот. Вот. Такое у меня, если честно, складывается впечатление. И если это так, то в первую очередь, на мой взгляд, работать вам нужно со своей неуверенностью. Пожалуй. В себе. И вот в какой-то степени зависимостью от реакции вашего отца. Дело в том, что ваш отец вас оберегал. Он это делает так, как умеет. Понятно, что у него есть свои какие-то страхи, да? У него есть свои какие-то сомнения, у него есть свои какие-то амбиции. Вот. Это всё понятно. То, что девочка не выросла, в смысле его, и вечно, ну, всегда, всегда маленько. Вот. Это, ну, это понятно. Вот. Вопрос немножечко, наверное, в другом. Вопрос больше в том, и вопрос больше про то, как мне кажется, что вы сами вот в какой-то степени как бы пасуете перед ним, да? И, ну, демонстрируете, скажем так, свою собственную неуверенность, свою собственную тревожность, если хотите. Относительно этого. То есть, как это, в принципе, работает, да? Работает это так, что если вы демонстрируете своему папе уверенность в, значит, ну, в своих силах. Вот. Если вы демонстрируете папе, что вы, там, знаете, да, что делаете, что его, там, мнение, да, для вас, вот. Ну, не играет какой-то такой прям большой, большой и определяющей роли. Что в таком случае ваш отец будет, ну, по сути, лечен возможностей, да? Бак. На вас влияет. По большому счету. И если у него не будет возможности на вас влиять, то ему... что делать? Ему остается только принять. То, что вы стали, грубо говоря, самостоятельно. Вот. А сейчас? А что вы делаете? А вы сейчас, ну, просто вот потакаете. Я бы сказал, потакаете страхом вашего папы. Вот. Вот. И, на мой взгляд, не делаете ничего для того, чтобы их становилось меньше. А, значит, там, отвечая на ваш вопрос, как это можно сделать, да? Вот. Вот. Как можно сделать так, чтобы папа вот, ну, не... не боялся, да? Ну, к примеру. К примеру. Вот. Отвечая на этот вопрос, я думаю, можно ответить вам примерно так. Показать ему системно, регулярно. Показывать вашему папе то, что вот вы сами знаете, как вам жить, сами, ну, умеете жить. Вот. И вот, собственно, это и является здесь основным и главным, пожалуй. А поскольку ничего этого не происходит, грубо говоря, тогда, вот, то есть, поскольку вы и так не реагируете, вот, то я думаю, что ваш отец, пока вы реагируете на это, вот, так как реагируете, вот, то ваш отец имеет все основания, думать, что вы не приготовлены к жизни. Ваш отец имеет все основания, думать, что вы не приготовлены к жизни. Вот. А нравится вам это или нет? Поэтому решать в этом смысле, решать в этом смысле вам. Вот. 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 И… в этом смысле, если вам сложно, да, если вам тяжело, то… в этом может как раз таки помочь психолог. Вот. вот. То есть вам не хватает, по сути, ну, вот, внутренней опоры. Вот. Понимаете, да? в этом смысле. Такая вот история. Такая вот история. Такая вот история. вот, по моему мнению, не переделать. Вот. Никаким образом. То есть это довольно-таки утопическая мысль, что вы сможете как-то переделать свои глаза. на мой взгляд это вообще невозможно. Вот. Вот. Поэтому я думаю как раз, что либо, либо вы будете центрироваться, ну, центрироваться. на себе. Вот. И просто ставить своего папу в известность относительно того, что происходит там, ну, допустим, допустим, что с вами, да, вот что происходит с вами, к примеру. Вот. То есть сегодня я там остаюсь ночевая, завтра там все. То есть что делаем и так далее. Вот. Либо вы делаете так, либо вы просто боитесь, там, не знаю, бегаете, бегаете от него и так далее. Вот. Вот. То есть, ну, тут нет, на мой взгляд, больше вариантов. Если вам, так скажем, что-то мешает это сделать, то есть, ну, психолог может помочь разобраться, помочь как-то, ну, там, сепарироваться, допустим, от отца вашего, ну, психоэмоционально сепарироваться от него. Вот. Что, в принципе, не является чем-то сложным, да, не является чем-то таким прям, ну, тяжелым. Вот. И это вполне реально сделать. Но это работа определенная терапевтическая. Вот. Ну, ваша определенная работа. И которую нужно, вот, на мой взгляд, реализовать. Вот. А я думаю, так, я думаю, вот, такой ответ вам можно предложить, что с точки зрения психологии, с точки зрения, вот, как раз, психотерапии. Вот. А как это работает? Это работает, ну, вот, таким образом, что в тот момент, когда вы, грубо говоря, думаете об отце, вот, в этот момент вам нужно больше думать о себе. То есть. Ну, а в этот момент вам больше нужно думать о том, чего, чего хочется вам, как хочется вам. Вот. И это вот как раз даст вам ту самую вот свободу и так далее. А сейчас есть ощущение, что вы, ну, просто боитесь своего папу как-то расстроить. Вот. И всё. Вот. Ну. Ну и, наконец-то, боятся его расстроить. Ну, вопрос заключается в том, куда вас это приведет. На этом всё. Я надеюсь, что вам это было интересно, надеюсь, что вам это было полезно. Буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит начать над собой работу. Удачи вам. Всего самого доброго. Обращайтесь. Представим, я извиняюсь. Подписывайтесь на наш канал. Если в brightness всем, как раздраж interactory лучших уже было, Как раздражate продвиж por мой услугой, Продолжение следует...